МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. Во всей России ежедневно в драках погибает большое количество людей. Подобная трагедия произошла и в Ненецком округе. Как быть, если вы стали свидетелем преступления? Крым станет ближе. Жители Ненецкого округа смогут добраться на юг прямым рейсом. Какие есть преимущества отдыха в Крыму и пользуется ли это направление популярностью у северян? Красивые и ладные. В этом культурном центре в шестой раз прошел конкурс Весыдьянс, где коми-молодежь продемонстрировала навыки в национальном ремесле и знании истории своего народа. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. И начнем выпуск с хороших новостей из Финляндии. Наш земляк, спортсмен Александр Терентьев выиграл первую гонку на Кубке мира. Он стал лучшим в спринтерской гонке классическим стилем. Лыжник показал результат 2 минуты 31,9 секунды и на 1,18 секунды опередил норвежца Йоханнеса Клеба. Третьим финишную черту пересек норвежец Эрик Ванес, проигравший Терентьеву 2,13 секунды. И теперь об эпидемиологической обстановке. Принятые антиковидные меры помогают держать распространение коронавирусной инфекции на территории НАО. Об этом заявили на еженедельном заседании оперативного штаба. За прошедшую неделю в регионе наблюдается снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время на лечение с диагнозом COVID-19 в регионе находится 196 человек. Из них стационарное лечение получают 29 человек, амбулаторное – 167. Пациенты в основном находятся в удовлетворительном состоянии. Терапию получают пока по 13 протоколу. Все препараты у нас в наличии есть. С начала пандемии проведено 54 798 ПЦР-исследований на выявление инфекции. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1152 человека. Что касается вакцинации, по состоянию на 26 ноября прививку против новой коронавирусной инфекции сделали 21 165 жителей региона. Завершили вакцинацию 20 025 человек. Говоря о ситуации в отдаленных населенных пунктах региона, руководитель профильного ведомства отметила, что сельские амбулатории, в том числе аптеки, также оснащены в полном объеме всеми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. У нас по селам регистрируется сейчас единичные случаи заболеваний. Больше всего у нас пациентов находится под наблюдением в Оксинской участковой больнице. Остальные 1-2 пациента, не больше. Препараты у них для оказания медицинской помощи есть. Средства для защиты в наличии имеются. Препараты тоже есть. Средства, которые необходимы для забора биологических материалов, Эппендорфы и зонды, тоже в наличии имеются. По данным окружного департамента здравоохранения, по состоянию на 25 ноября, коечный фонд Ненецкой окружной больницы занят на 49%. В связи с этим принято решение перенести в резерв свободные койки. При необходимости они будут оперативно развернуты. Лекарственные препараты для оказания медицинской помощи стационарным и амбулаторным пациентам с коронавирусной инфекцией имеются в полном объеме с запасом. Достаточно и кислорода. Все пациенты в стационаре при необходимости получают кислородную терапию. Часто выяснение отношений перерастает в более агрессивный конфликт. По всей России ежедневно в драках погибает большое количество людей. Подобная трагедия произошла и в Ненецком округе. Мы уже рассказывали о том, что в центре города произошло жестокое убийство. Что нужно делать, если вы стали свидетелем подобной ситуации, расскажет Василий Хатанзейский. Резонансный конфликт в центре города. На одной из главных улиц Наринмара произошло покушение на убийство. Неужели из проходящих мимо людей не нашлось того, кто бы смог просто вызвать полицию и как-то повлиять на ситуацию в целом? Большой резонанс у жителей региона вызвало видео в социальных сетях. На кадрах видеорегистратора одного из очевидцев видно, как идет драка между двумя мужчинами, а пешеходы и автомобилисты спокойно движутся в своем направлении, не обращая на инцидент внимания. Что же делать и как себя вести, если вы стали свидетелем подобной ситуации? Нужно в первую очередь обратиться в дежурную часть по номеру телефона 4-21-26 с мобильного 102 или 112. Не ввязываться в конфликт. Сообщить о происшествии в орган внутренних дел. Постараться запомнить внешний вид преступника. Одежду, надписи, наклейки, логотипы. Запомнить его приметы. Рост, возраст, телосложение, цвет волос. Особые приметы. Шрамы, татуировки, особенности поведения и походка. Если имеется у преступника оружие, запомнить его. Либо предметы, используемые как оружие. При попытке преступника избавиться от оружия, запомнить место. Всю информацию с места инцидента нужно также передать полицейскому для дальнейшей работы следствия. Если у вас нет с собой мобильного телефона или он разрядился, можно сообщить о нарушении порядка с помощью аппаратного комплекса «Гражданин полиции». Данный правоохранительный сегмент представляет собой терминал оранжевого цвета с надписью «Полиция». Любой гражданин, который стал свидетелем совершения правонарушения или преступления, или же попал в беду, может воспользоваться данным правоохранительным сегментом. То есть, подходит к данному терминалу, нажимает на кнопку. В это время звонок идет в дежурную часть УМВД. Дальше к работе подключается оперативный дежурный, который отправляет на место инцидента оперативную группу. Жители нашего региона также хорошо знакомы с алгоритмом действий. Что бы вы делали, если бы стали свидетелем какой-нибудь потасовки, либо же драки? Куда бы вы обратились? В милицию позвонила бы. Есть драка, так в полицию можно вызвать, конечно. Сейчас по факту покушения на убийство продолжают следственные мероприятия. Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. Сейчас он заключен под стражу. На 19 ноября на Ренмарском городском суде избрана меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении убийства, которое произошло, соответственно, 17 ноября в дневное время на улице Генина, когда потерпевший был убит при помощи гвоздя. Напомню, по факту убийства, которое произошло днём 17 ноября, возбуждено уголовное дело по 105-й статье Уголовного кодекса России. На Ренмарский городской суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 января 2022 года. Решение суда в законную силу не вступило. Новое направление авиарейсов появится этим летом для жителей Ненецкого округа. Начиная с июня 2022 года добраться до одного из излюбленных россиянами южных мест отдыха в Республику Крым станет намного проще. Подробности далее. 18 ноября между туристическими центрами Ненецкого округа и Республики Крым было заключено специальное соглашение. Благодаря ему у южан появится возможность увидеть Арктику, а у норинмарцев отправиться в Крым напрямую, без пересадок. Самолет будет вылетать из аэропорта Норинмара, а приземляться уже в Симферополе. Особенно это будет удобно для семей с маленькими детьми, которые летят на море отдыхать. По нашим прогнозам, мы думаем, что рейс будет пользоваться большим спросом. И, скорее всего, норинмарцы будут рассматривать Крым как первое направление по России для отдыха с детьми в связи с появлением этого прямого рейса в Симферополь. Как нам сообщила Анастасия, более 60% их клиентов этим летом оформляли путевки в Крым. Причем это не только семьи с детьми. Людям более старшего возраста наверняка понравятся санатории и оздоровительные центры, которых на территории Республики Крым также предостаточно. А молодежь любит этот курорт за красивые пейзажи и необычные природные достопримечательности. Например, Надежда Селиванова ездит в Крым вот уже пять лет, и это ее любимое место отдыха. На самом деле, очень много интересных мест, которые можно посетить. Крым вообще очень интересная такая территория. Очень много там исторических событий произошло. То есть, и очень много памятников архитектуры и различных памятников природы. Соглашение – это хорошая новость не только для наринмарцев, но и для предпринимателей. При открытии прямого авиасообщения увеличивается и поток туристов, приезжающих к нам в регион. Ведь для многих Арктика – это мечта. Тундра, северные ягоды, олени и, конечно же, северное сияние и полярный день. А одно из экзотических развлечений, которые предлагает наш турцентр для приезжающих – один день в роли оленевода. Для округа вообще, в принципе, полезно развитие межрегионального сообщения, как транспортного, так и информационного. Потому что до недавнего времени все равно в основной поток туристов – это у нас Москва, Питер. Мы все-таки хотим расширять, так скажем, географию тех туристов, которые к нам приезжают. Подобные соглашения также заключены со Свердловской областью и Республикой Коми. А в планах – совместная работа с туристическими центрами Республики Татарстан и Архангельской области, чтобы о нашем маленьком, но красивом и самобытном регионе узнало как можно больше людей. В окружном музейном объединении состоялась первая организованная экскурсия школьников по пушкинским картам. Программа начала действовать с сентября этого года. Воспользоваться ее могут студенты и школьники в возрасте от 14 до 22 лет. Использовать карту можно для оплаты входных билетов в театры, музеи и концертные залы. Ольга Русл расскажет подробнее. Да, у тебя сейчас придет QR-код, кстати. Десятиклассницы из первой школы активируют пушкинские карты. Сегодня запланирована экскурсия в Ненецкий краеведческий музей. Приложение устанавливают вместе, чтобы отработать алгоритм. Заявка на получение пушкинской карты подается через личный кабинет госуслуг. Регистрация в мобильном приложении госуслуги.культура. Для начала нужно оформить эту карту. Далее нужно выбрать регион, в котором ты хочешь посетить музей или какие-либо мероприятия, связанные с культурой. И затем нужно выбрать место конкретное, которое ты хочешь посетить. И также нужно затем при помощи специального приложения госуслуги культуры оплатить твой визит. Виртуальной пушкинской картой можно пользоваться с любого гаджета. На карте доступно 3000 рублей. Их можно потратить на посещение музеев, театров и концертных мероприятий. Я считаю, что это очень нужно, потому что важно образовывать школьников в наше время. И это прекрасная возможность посетить новые места, время на которых ты не находил раньше. В центральных регионах России пушкинская карта уже пользуется популярностью среди студентов и школьников. В Ненецком краеведческом музее группа десятиклассников стала первой, для кого провели экскурсию по картам. Это очень хорошо с точки зрения того, что молодежь, может быть, за свои деньги не очень хотят идти. А вот если государство платит, то они, в общем, исходят. И для, конечно, роста их культуры это очень важно, что они имеют возможность посещать мероприятия. Причем самые разнообразные мероприятия, там и театры, и музеи подключены, и выставочные залы. То есть огромное количество. В программе участвуют федеральные, региональные и частные учреждения культуры. Список культурных мероприятий для посещения с пушкинской картой можно найти на портале культура.рф или в приложении госуслуги.культура. Сейчас, на данный момент, у нас заведено 16 экскурсий, занятий и лекций. Это, конечно же, экскурсия по временной выставке у истоков черного золота, посвященная 115-летию Георгия Александровича Чернова. Мы в дальнейшем тоже все, которые выставки у нас временные будут работать, мы тоже обязательно экскурсии по этим выставкам тоже будем заводить на пушкинскую карту. По обычным экскурсиям и лекциям, занятиям, то есть это разная тематика, посвященная Великой Отечественной войне и другие темы, связанные с историей округа, кроме истории гелоразведки, природы округа, этнография. Первые 50 рублей пушкинской карты потрачены на экскурсию «Жизнь и быт ненцев». В следующем году баланс будет увеличен до 5000 рублей, чтобы у молодежи было еще больше возможностей. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Красивые и ладные. В этнокультурном центре в шестой раз прошел конкурс «Лосидьяс», где коми-молодежь продемонстрировала свои навыки в национальном ремесле и знании истории своего народа. О тех, кто изучает комикультуру, расскажет Василий Хатанзейский. Аккуратно завязывая платок, Анна Шевелева готовится к выходу на сцену. Перед ней стоит важная задача – отвести мероприятие на коми-языке. Стала интересоваться коми-языком, потому что моя прабабушка говорит на нем в своем быту. И дедушка тоже. Когда я приходила домой раньше в деревню, они разговаривали между собой на коми-языке. И понимать я понимала, а говорить не могла. Поэтому, соответственно, я захотела его изучать. Сейчас Анна посещает народный коми-фольклорный ансамбль «Печерянка». Это хорошо влияет на изучение родного языка. Ведь именно с песней лучше запоминаются слова. Молодая девушка также участвует в разных конкурсах и представляет культуру своего народа. Я участвовала в «Печеряночке». В 2017 году представляла коми-язынскую культуру. Это региональный конкурс, где все представляют разные культуры свои. Меня пригласили, я согласилась. Я стала лауреатом второй степени, если я не ошибаюсь, и выиграла приз зрительских симпатий. Благодаря занятию вокалом на родном коми-языке Анна показывает хорошие результаты на конкурсах. Помимо участия в них, молодая артистка также помогает в организации мероприятий и выступлений. Я из-за того, что хожу в коми-фольклорный коллектив «Печерянка», соответственно, здесь нужно петь на коми-языке. И из-за этого я его изучаю. И когда я стала более-менее владеть этим языком, меня стали приглашать на разные мероприятия этого культурного центра. И в роли ведущей, и как конкурсанткой, и, возможно, просто какая-то необходима помощь. И мне нравится этим заниматься, потому что нужно всегда развиваться. На этот раз Анна выступает в роли ведущей на ежегодном конкурсе среди коми-молодежи ЛЭСИЯС, что в переводе на русский язык «Ладное», где молодежь соревнуется в разных навыках и знаниях об истории своего народа. Также на протяжении четырех лет я участвую в мероприятиях этого культурного центра. Игорь Чуклин участвует в конкурсе уже не первый раз. Он вновь решил рассказать о своей родословной, ведь именно благодаря этому этапу конкурса участник узнает историю своих предков. Чтобы подготовиться к этому заданию, Игорь проделал колоссальную работу. Общался с бабушкой. Также делали запросы в Архангельский архив, чтобы как раз найти нужную информацию по своему роду, по роду бабушки. И в дальнейшем просто составляли на основе этого дальнейшее. Конкурс «Ладное» нацелен на сохранение культуры коми-народа. Ведь в эпоху глобализации, когда грани между традициями различных наций стираются, и идет постоянное заимствование. Так важно не забыть язык и культуру своих предков. Мы собираем ребят именно коми. И не обязательно там с обеих сторон, чтобы были коми-корни, а хотя бы даже с одной стороны. Ну и таким образом мы как бы вспоминаем тех людей, которые были прародителями ребят. И еще наша задача такая, чтобы им сказать, что вы коми, и что вы должны знать свою культуру, свой язык. Конкурс «Ладное» уже ежегодная традиция коми-молодежи Ненецкого региона. Ведь именно здесь каждый из участников не просто узнает чуть больше о своей семье, а кто-то даже находит давно потерянных родственников, но и знакомится с историей коми-народа. В последнее воскресенье ноября по всей России отмечается День матери. В эту важную дату все свое внимание посвящают хранительницам домашнего очага. Как из маленького ребенка воспитать человека, эти женщины знают не понаслышке. Об одной из таких героинь расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Лимонниковы каждую неделю ходят в храм. Такой порядок в большой семье существует уже более 20 лет. Даже после того, как старшая дочь вышла замуж и уехала из родительского дома, традицию не забыла. Мы обычно собираемся после храма, когда воскресная служба у нас прошла. Мы приходим домой, пьем чай, беседуем, как неделя у нас проходит. Это суббота, воскресенье у нас такие дни. Мы всегда, и вообще мы когда собираемся даже за обеденным столом, всегда как бы беседуем. И старшая дочь там с мужем подъезжает тоже они, потому что они на причастие возят. Ребеночка привозят, и вот после храма собираемся тут. Когда Екатерина Лимонникова, многодетная мама, выходила замуж и подумать не могла, что у них с мужем будет такая большая семья. Они не сговаривались и не строили грандиозных планов на будущее. Однако на свет появились пять детей. Эля, Маша, Аня, Серафим и Валя. Только об одном жалеет Екатерина, что между первым и вторым ребенком разница в 10 лет. Да, вот я и жалею, что вот этот период потерян, это время потеряно. Даже старшая дочь мне бы, говорит, вот хотелось бы кого-то рядом, родного человека, да, вот такого брата или сестричку. Да, есть такое. Старшая сестра Эля вовсю помогала маме с сестрами и братом. Гуляла, занималась домашними заданиями, играла. Уже сейчас у Эльвиры появились свои дети. И теперь ее сестры помогают в воспитании малышей. И когда у нее сейчас даже вот дети-то родились, вот они тоже друг с дружкой, считай, родились. Меня все поздравляют там, ну, что бабушка, бабушка. Я говорю, да, но я вот как-то не ощущаю, потому что вот пять лет, три года как бы, да, и совсем младенец. Я говорю, для меня как продолжение вот нашей истории и все. Мы как-то все вместе, мы все друг с другом. Поэтому вот ощущения бабушки пока у меня еще нет. В большой семье детям хочется уделить максимум внимания каждому малышу. Екатерина считает, что только если каждую минуту посвящать ребенку, то только тогда его можно воспитать готовым к взрослой жизни. Ну вот я как мать могу сказать, да, вот чисто только за себя, не хватает времени просто. Если мама работает, время на детей сразу, естественно, урезается. То есть никакого вот общения-то толком нет. И, ну, по моему опыту, если мы хотим как-то вот прям качественно, да, чтобы дети вышли в жизнь, это, наверное, все-таки мамы должны находиться рядом. Да, вот это вот проблема. Ну, для меня, по крайней мере. Вот я вот так вот это вижу. Мамины помощники распределили свои обязанности по дому, чтобы у родителей было меньше забот. Полы мы моем, ну вот я и Маша. Серафим может пропылесосить или подмести, Валя там может пыль где-нибудь протереть, а мы с Машей их моем полы. Да, Аня у нас, например, за кухню отвечает, а я за белье. Вот, то есть у нас обязанности все распределены. Даже домашнее задание дети решают самостоятельно, не просят помощи у родителей. Бывает такое, что кто-то, например, занимается, идти, ну вот, например, Серафим, он сейчас во втором классе, например, вот он что-нибудь там по английскому, по математике не понимает, он может к нам обратиться. Да, кто старше, тот подтягивает, бывает по учебе. Бывают там, когда надо выучить какие-то термины или формулы, помогают, спрашивают, и мы репетируем вот так вот вместе. Воспитание ребенка поистине сложная задача, но есть люди, которые отверженно возлагают на себя вырастить не одно чадо, а создать большую и дружную семью. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Добрая аптека. Добрая аптека.